И мы вернулись друзья, сейчас будет матч Граби против Теда, капитан европейской команды Граби, Мануэль Шинкьюзен, будет играть с Тедом, которого я к сожалению не знаю как зовут по батюшке, но если кому-то интересно посмотрите в его профайле, наверняка для такого игрока у нас заведено на него личное дело. Даже сейчас зайду поинтересуюсь, Зен Схо, его зовут, огромный лист достижений, много-много видео, в общем смотрите, тот фон который идет вот такой вот на заднем фоне, это не мой фон, это фон стримеров к сожалению, от него мы избавиться не сможем, комментаторов практически не слышно, в общем я попытаюсь тогда издавать всякого рода звуки, бдыщ, пыщ, о, Убрали фон, спасибо друзья, это радует, услышали такие, услышали, смотрят они Джуджейм, это радует, значит ситуация конечно сейчас не радужная у нашей европейской команды, потому что счет уже 0-2, сливаем мы друзья, сливаем, Хэппи проиграл, досадно фьючер, как я сейчас спойлю, тем кто смотрит видео не по порядку, ай-яй-яй-яй-яй-яй, нехорошо, нехорошо Миша, Да что вы делаете, это психи, ненормальные, врубают музыку, у них все сегодня криво, у них какой-то непонятный ивент, про геймеры поют на сцене, играют в стулья какие-то три девушки одинаковые, микрофоны, комментаторы гарнитурные держат в руках, потом через некоторое время надевают на уши, и чередуют старка с варкрафтом, крыша едет, логика отдыхает, я негодую, ну и учитывая то, что у нас игра только начинается, мы можем немного поплудить, как-то разрядить вот эту вот обстановочку, напряжение, которое скопилось за последние 20 минут, просмотр опять рекламы и безумных конкурсов со стульями, И можем мы болеть за грубого, капитан, капитан команды, капитан группстер, грунцер, граби, будет вытаскивать свою команду, будет вести ее к победе, к успеху Убиваем троля, получаем, кажется, это был knowledge, плюс один ко всем атрибутам, хороший девайс, половина серклетки, как-никак, конечно, ловкость покруче, а x-pay того лучше Ну, как говорится, девайс не выбирает Ничего с этим не сделать Ну, вы знаете, что-то это как бы не промах Ах, хохохохохохох Это, кажется, не получил опыт ДК, то есть это опыт за рабочего, насколько я понимаю, да? Да, 25xp это за рабочего, за верхнего, так что его койл ушел в молоко, в молоко ушел койл Стрим вроде работает, я вижу, без лагов, все хорошо у большинства Не забывайте о том, что есть стрим в более хорошем качестве, который находится на странице трансляции, на странице стрима Вот, потому что большинство из вас смотрят все-таки стрим в не очень хорошем качестве Что не может не расстраивать Я даже вам сообщу сейчас статистику, которую вы, в общем-то, сами можете уже смотреть на новой странице стрима На стрим2.php 200 человек на большом потоке и 460 на маленьком Поэтому, думаю, что большинство из вас просто не знает о том, что есть более лучшие качества Зайдите на страницу стрима и выбирайте нужный поток Группстер гоняет скелетов, отстреливает там из борусов, снимает хп, стреляет по нужным скелетам Для того, чтобы Блэйд дошел и добил сам Получил опыт Ценнейший Андэд выходит крипится уже Второго левела у Блэйда нет Я думаю, что сейчас либо будет попытка пойти к Андэду на зеленую, либо закрипить даже его желтую То есть, где-то либо он получает вторый левел, либо мешает крепиться Андэду Но тут, на самом деле, не так все просто Да, он получает вторый левел, но на точке не на Андэдовской, а на своей Видимо, он спокойно закрипит, а потом пойдет уже, побежит целенаправленно на желтую точку к Андэду Если успеет Ну, успеет к большому А, вот так вот, ну это аркада, друзья Это немного рискованный, так скажем, криппинг, потому что На нем Он теряет и кайлы, он теряет и хп Берет Педантофэнэджи, ох, великий девайс Плюс два кайла Группстер проверяет Экспант, ему выпало кольцо из желтой точки Плохо Проверяет он еще лагерь наемников, не может найти Андэду И уже, даже если он догадался, он уже понял, что Сделать он все равно вряд ли что-то сможет, если Андэд там, потому что времени довольно много прошло И решает просто тоже не терять время, закрепить желтую точку канды Хороший вариант Если особенно ему здесь выпадет не кольцо, не кольцо Перчатки, ну лучше Блэйд уже третьего левела Сейчас в ДК это жертва Немножко можно подождать, пока кулдаун, пока лечение на Блэйде есть Тем более, что еще Оп, все начинает бить Удар, удар Финды стреляют А Гранты будет крепить еще одну точку Ушел в замазку, там Блэйда немного дэмэджит Рабочие добивают кирками скелета Причем также, смотрите, Граби Бороусом доводит до последних хитов И только после этого добивает рабочими кирками Причем, конечно, требует контроля определенного Потому что нужно и вовремя засунуть рабочих Бороус Вовремя высунуть и еще рабочих с мейна отвлечь При том, что это просто как бы маленький элемент игры Просто это нюанс такой Тонкость, если хотите Вышел Shadowhunter, мы видим два бестиария Выйдем Группстера, у которого, кстати, к слову Наушники фирмы SteelSeries А здесь Razer Не помню, какие эти ушки называются К слову, у нас магазинчик уже Сегодня мы прикручиваем Получили все аттестаты необходимые Девайсы есть И я думаю, что Вот в начале следующей недели Уже будут первые заказы Вполне реальные Так, такая ненавязчивая реклама, да? Ну, хоть на видяху Через некоторое время, может, накоплю Сеточка Начинает он с двух рейдеров Но, скорее всего, там будет Там будет все-таки виверный И... Хотя, опять же, тоже довольно сложно Потому что Он вроде не собирается ставить эксп Так бы он просто поставил один бестиарий Или там Сделал бы грейд на Т3 Так с двумя... Нет, будет Он два бестиария сделал для того, чтобы Побыстрее получить три рейдера с сеткой То есть с одного бестиария У него был бы один рейдер с сеткой То есть разница получается Один рейдер с сеткой Или три рейдера с сеткой Вот А все равно здание будет простаивать Может он одного рейдера с сеткой просто сделал Смотрите, там в одном сетка, в другом рейдер Вот один рейдер, все нормально Два рейдера Непонятно. Выбивает его, в общем, он девайс из большого прибольшого тролля. Закупает, скорее всего, и просветку купил. Ну, грамотно, двумя волчьими всадниками, накинул сетку на двух агрофф. Опа, шейду словили, словили шейду. Просветил, увидел, словил. Блэйдом продолжает нарезать. Шадоу Хантер получает Руша Тауру, продаст, что ли? Если продаст, то это не Виверны, соответственно. Но я думаю, что Граби и сам не определился, то есть точно ли будут они или точно их не будет. Девайс как-никак полезный, если вдруг будут Виверны, это все-таки плюс один грейд, который к тому же действует на Шадоу Хантера, на Кадоя, на Спирит Уолкеров, если они, конечно, появятся в перспективе. А тут идет Харас скелетами. Четыре скелета, четыре скелета. Башню даже вынужден делать Группстер. Еще четыре скелета. Такой спаун жесткий. Тауэр Дефенс какой-то. Ну, волны скелетов идут, да, он башенки строит. Орг крепится, у него свиток, трушот, третий левел, Сэха, со вторым лечением, соответственно. Молится он, конечно, на девайс вида ауры вампиризма. Плюс шесть к... Ой, тут баньши. Вот, конечно, поражает. Вот в Корее в этом плане все очень хорошо. То есть там люди, которые сидят за компьютером, они знают, что показывать. А китайские комментаторы могут очень долго, очень долго не показывать очень важных вещей. В частности, вот то, что там баньши и грейд на них, очевидно, это будет пассес. Это, конечно, интересно. Так, сейчас будет небольшой крипджек. Да, ловит в сеточку. Пошел нюк, лечение, хекс. Рейдера сейвит на последних хитах, разваливается обсидианка и делает тп undead. Убивает он одного рейдера, но теряет еще... Ох, там Грунцер еле-еле выжил. Но теряет еще одного финда. Там нычка уже начинает работать. Грабстер построивает рабов. И снова спаун скелетов пошел. Ну, там уже есть башенка. Здесь у нас делаются баньши. Интересно, они мастера? Нет, они адепты. Они адепты. Ну, против баньши, конечно, хороши. В первую очередь, персовые юниты, это либо берсерки, либо виверны. Но беда в том, что... А я думаю, что он будет строить. Все-таки сейчас добавит 2-4 виверны, Граби. Посидит немного на лимите 50 для начала. Подкопит благодаря двум базам и криппингу немного деньжат. И... нет, сейчас 2 виверны уже построят. Я думаю, потому что выход он увидел, андейдовский, понял, что его нужно принимать. Грэйт на атаку. Кадой. Плюс 4. Тинкер третьим героем. Проклят Блэйдмастер. Миссы 33% Койл новый, так что бы не скучно ему было, видимо. Киданул андет. Сам идет, крепится на красную точку. Здесь Шейда бегает за орком. Отвел он Шейду специально. На случай, если будет просветка. То есть он прокликал героев, увидел просветку, понял, что сейчас могут... Ой-ой-ой-ой-ой, педантов мана. Это еще плюс 250 маны. К одному из героев. ТП делает андет, но он уже ТП окупил. Тем более он грунт сыром может подрезать. Вот это вот. Хексит ДК. Спасает, типа, Гранта. Да, и Грант убегает. Пошла замазка на Гранта. Две нычки. Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Делается последний грейд Баньша. Соответственно, Баньши-мастера обладают заклинанием Possession, 250 маны и переманивание юнита. Точнее, вселение в юнитах. Потому что Баньша умирает, юнит переходит под ваш контроль. Но учитывая то, что у орка любой из юнитов, как минимум трехлимитный, кроме Headhunter, конечно, то любое вселение будет в плюс. Не говоря уже о том, что если вселиться в кодой какого-нибудь, сразу вы получаете плюс по лимиту, плюс вы теряете. Вы не просто меняете одного юнита на второго. Ну, хотя да, получается, вы меняете одного юнита на второго. То есть вы оставляете свой лимит и убиваете одного юнита у противника. То есть по лимиту вы, получается, выигрываете. Даже если переманиваете юниты такого же лимита. Короче говоря, круто посессить, если дадут. Потому что могут не дать. Потому что Баньша во время посесса получает в полтора раза больше повреждений. И... Ее, кажется, нельзя контролить, в общем-то, в принципе. ТП делает Орк. Важный момент, куда он сделает телепорт. О, будет сражение, друзья. Будет сражение. Две Баньши. Начинается битва. Просто армор. Третья Баньша пришла. Койл вовремя. Раскидывают курсы. Хотелось бы, конечно, кодой приручить одного хотя бы. Ой, сзади как неудачно. Рейдер-1 попался. Довольно-таки солидная армия. У андеда. И врывается Тет в групп сторону мэйн. Делает ТП, потому что ТП на ТП тут же меняет, но рейдер, скорее всего, умрет. Нет, кажется, не умер. Двое кодоев. У одного из них, кстати, в желудке что-то переваривается там. Поэтому он палится. Ну, Баньши отличный выбор, особенно против Орка, который играет два бестиария, потому что нет диспола массового. А Курс — это заклинание из уровня Bloodlast, Inner Fire. То есть по боевым характеристикам он практически не уступает этим заклинаниям. Ну и, соответственно, Курс — это отличный контр к Блэйду. Как мы уже говорили миллион раз. Потому что Миссы контрят третьи криты, по статистике. Завязывается битва. Группстра вроде побольше. Убивают, правда, Кадоя. Справа освобождают Финда. Нет, не проломит, я думаю, Граби здесь. Там Factory работает. Левелапнулся Тинкер. Медленно-медленно падают Финды, потому что лечит Тележка, есть минус урон, есть Frost Armor, есть закопка. Есть Аура ДК, такой кумулятивный получается эффект. И просто никак не может пробить Амдеда. Хорошая связка, очень хорошая. У любой расы, вот как раз, это еще давно-давно мы в Роке обнаружили, универсальность связки у любой расы персовых с магическими... Персовый дамаг, магический дамаг. То есть в Роке это, конечно, было уже после того, как вышел ТФТ, начало. Но там все равно маги были почти что такими же, как сейчас. То есть, с одной стороны, пирсинг контрит одно, а маги контрят то, чего не контрит пирсинг. Связки, соответственно, вы можете встретить в любой расе. Это, ну, у орков меньше всего, на самом деле, потому что вот хэдхантеров и там, шаманов, фидждекторов, ну, сейчас больше, конечно же, спиритволкер имеет стратегия права на жизнь, и то в зеркалках чаще всего. Но у эльфов арчи талоны, у хумана это рифлокастеры, у андеда, соответственно, пауки с любым из кастеров. Это может быть некроманты, они хороши, например, против хумана. Правда, это сейчас, это не практикуют, но, как бы, имеет, я думаю, право стратегии на жизнь, точно так же, как в свое время никто не играл против андеда через пауков банч. Мы, конечно, играли на своем левеле, вот, но никто из про этого не делал. Просто связки не сразу открываются на профессиональном уровне, то есть они не выдерживают иногда проверки, потому что требуют очень хорошей доработки. То есть сказать-то просто, да, там, такая-то, такая-то связка, вот, против того, то-то, то-то, то-то. Плюс в том-то, 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 это еще, как бы, давно тоже было. Вот, но отточить могут фактически единицы, то есть довести стратегию до такого состояния, чтобы она была, приобрела универсальность, приобрела силу, то есть чтобы слабые стороны были сглажены, чтобы максимально качественно использовались преимущества этой стратегии. Это, конечно, удается только единицам. Сейчас завязывается битва на экспанде у Граби, и позиция фиговая. Я думаю, сейчас просто Группстера сотрут. Вот он пытается сделать, как говорит Сокол, right-click, right-click. Имба, имба, орки. Группстер, давай, давай, right-click, right-click. О, Группстер! Когда у вас не остается объективного шансов на победу, то есть вы видите, армия противника сильнее, там, Группстер, тащи. Вот, самый универсальный, простой способ — это оценить здоровье вражеских героев, то есть прокликать, посмотреть у кого что, найти слабое звено и вырубить это слабое звено, потому что, ну, по сути, это единственный путь. Группстер нарезает своим Блэйдом Тинкера! Тинка, Тинка, Блэйдмастер! Блэйдмастер умер, это печаль. Лича пытается затыкать всеми. Затыкивает Лича. Ааа, Орбов Карабшин, бери! Орб есть! Теперь у Блэйдмастера, если он выживет, будет арба, это жесть! Минус 5 армора, там такие криты можно выдавать. Ой-ой-ой-ой, Шадохантер остался. Группстер тащи! GG! Жесть, жесть, друзья. Это, это хорошая игра была. Это была реально хорошая игра, гуд гейм. А представьте, 5-го Блэйда с парой когтей, ему добавляется арба, минус 5 армора, 5 армора! Это сразу больше 20% урона, именно в процентах, то есть как бы действуют вообще все бонусы, которые только могут действовать. Все его когти стекаются. Это жесть. Ну, средний дэмэдж Блэйдмастера без учета критов на 5-м левеле, это где-то 80 с такими девайсами. Вот, прибавьте от 80-20%, ну, чуть больше, там, 20-22 где-то. И получите не просто минус армор, а когти, там, плюс, я не знаю, 18 где-то. Хорошие когти, которых в игре нет. Так, пошел снова фон у нас в игре, я сделаю стоп-стрим, чтобы уложить это.